25 мая 2004 года Мордовский камерный хор отправился в белорусский город Могилёв на международный конкурс-фестиваль духовной музыки. Наш коллектив в первый раз побывал на мероприятии такого масштаба. К тому же одна из участниц отмечала свой день рождения и коллеги поздравили её их традиционной песней. Год спустя молодёжь участвовала в школе выживания. Ребята обустраивали лагерь, добывали еду и проходили огромную полосу препятствий. Но это ничто по сравнению с главными проблемами в лесу. Комары, комары, жара, комары, жара, больше ничего. С остальным справимся, выживем. В 2006-м в Севине случилась газовая авария. Никто не пострадал, но вот одна проблема. Работники службы спасения назвали это место проклятым. За три года газовую арку сносили ровно три раза. Наталья Лисина стала очевидцем событий, но комментировать ситуацию отказалась. Хватит. То ГАИ распишись, то чего распишись. А вы не боялись, что вдруг взорветесь? Я? Да. Если бы я не боялась, я бы не позвонила. Через девять лет Наталья Тюрин и Андрей Просвиркин побывали в настоящем бомбоубежище. Вот только место это оказалось бесхозным. Весной туда даже не пройти, все затапливала талая вода. Бомбоубежище должно находиться в таком состоянии, чтобы должна была быть обеспечена сохранность жизни людей при малейших угрозах какой-либо радиационной безопасности, бомб, при нападении каком-либо. А в 2016-м на последний звонок команда наших новостей отправилась в 23-ю гимназию. Причин такого выбора несколько. Торжественная речь Петра Тултаева, ну и знакомство с будущей коллегой. Дальнейше будет только лучше, и мы надеемся, что зайдем успешные экзамены, поступим в наши царанские университеты и будем в дальнейшем прославлять свой город. Арина Мелешкина, Наши новости. Субтитры подогнал «Симон»